В регионе запас дизельного топлива составляет всего 4000 тонн. По оценке экспертов этого хватит на 8 дней. Однако пополнение запасов продолжается. Потребителям не стоит паниковать. Говоря о дефиците продукта, отметились сегодня во время заседания региональной палаты предпринимателей. Все подробности далее. Для того, чтобы регулировать цены на дизтопливо, в регионе создана специальная группа. Работу они проводят активную. В частности, члены группы провели ряд разъяснительных встреч с владельцами АЗС. В данное время никаких проблем с якобы дефицитным горючим не имеют коммунальщики. А вот две дорожно-строительные компании сетуют на необоснованное завышение цены на топливо. Мы неоднократно этот вопрос обсуждали. На уровне министерства данный вопрос поднимали. И еще раз предпринимателям разъясняли о том, что все те услуги, которые сверх нормативно допускаемой цены от 260 тенге в нашем регионе дизельного топлива предусматривалось по цене, все остальное является надуманным и спекулятивной надбавкой. Все организации и предприятия об этом были предупреждены. Цена на дизтоплива на АЗС от 260 до 450 тенге. В одни руки отпускают не более 100 литров, однако для больших грузов предельно допустимый объем увеличили в три раза. Для иностранного транспорта и транзитчиков цена за литр максимальная от 450 тенге. В настоящее время есть два серьезных вопроса. Во-первых, какой будет объем поставок дизтоплива в предстоящий период, а также на сколько изменится цена. У нас запас топлива на 8 дней, это 4000 тонн. У нас работают крупные сети АЗС, такие как Гелиус, Виноил и Нефтек. Необоснованному завышению цен на продукцию веское нет, хором отмечают собравшиеся. Сейчас идет активный мониторинг стоимости дизтоплива, и тех, кто нарушает закон, будут привлекать к ответственности. В частности, потребители могут самостоятельно обратиться в комитет по регулированию естественных монополий. Причем основная надежда как раз на потребителей, поскольку государство в дела частного бизнеса вмешиваться не может. Сейчас идет проверка. Налоговики мониторят деятельность нефтебаз, поскольку важна точная информация о запасах дизтоплива. Увеличилась поставка на 20%, даже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть дизтоплива есть в регионе, ажиотаж создавать не надо. И хотел бы, пользуясь площадкой Атомикена, попросить населения, граждан самим не поддаваться на эти спекулятивные, действия на ажиотаж, как это было с тем же сахаром. В принципе, сахара было достаточно, но вот как-то у нас у всех сработало побежать и побольше себе набрать его. Так же и с этой же солярной. И в принципе, третье, что хотел бы отметить, чтобы население тоже из этого не получало какую-то сиюминутную выгоду. Во время заседания в Палате предпринимателей были озвучены предложения по изменению ситуации. Правда, в этом собрании есть один нюанс. Оно прошло в неполном составе, поскольку были только потребители, а вот представителей Нифтек, Винойл, Бином и других не было. Поэтому вопрос о дистопливе по-прежнему остается открытым. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк.